значит всем привет меня зовут александр медведев я сейчас занимаюсь уже не компьютерными совсем вещами в принципе занимаюсь там истории искусства культурологии фотографии современной вот но когда то я такой очень очень олдфакт действительности прошел я через все начиная с 70-х годов с двк как бы и все компьютеры вот насквозь прямо через мою юность там и прочее проходили когда-то я был один из трех человек в xbt.com если кто знает такой точнее xbt stack нет сперва вот я наверное мало кто знает почему xbt называется xbt я вот например знаю и потом я работал компьютере приложение ferra если кто-то читал я там много писал иногда редактор был с крупалом с козловским вот потом еще много чего интересного было моей жизни ну и где-то вот какой-то момент я занялся другими вещами и сейчас на этой конференции я потому что у меня есть хобби хобби мое связано с коллекционерами с историей компьютеров созданием реплик старых компьютеров это редких винтажных то есть это как знаете но вот фотографы они на работе снимают голых баб да а по выходным жаб вот и цветы и вот у меня такая же история я на работе занят искусством а по выходным я бывает появлю что-нибудь забавно смешно достаточно но конференция это такая нормально мне показалось что здесь уме уместно здесь все как один человек написал у себя в твиттере что это дед модуляциях надо было и так назвать тут много дедов поэтому окей я хочу поговорить об очень интересном вопросе я хочу поговорить об отношениях культуры технологий казалось бы ну как тут вообще ну вот гуманитарная вот это все понимаете да культура и вот эти вот самые технологии но если они не так уж не схожи как кажется и мы сегодня в этом разберемся и конкретно изучим такой феномен как коллекционирование который много где появляется да есть коллекционеры искусства антиквариата марк а есть вот коллекционеры сейчас появились компьютерной техники они очень набирают обороты кстати вы знаете что это за компьютер кто им здесь знает нет это колоссус 48 40 какого-то года компьютер который еще во время войны после войны точнее это блещли парк есть где вот сделал тюринг тюринг свою машину знаете да и там вот сейчас музей очень интересный там ребята они собирают реальные старые компьютеры их восстанавливают колоссус они привели за 10 лет рабочее состояние это один из первых компьютеров вообще в мире он правда был специфический он предназначался для расшифровывания как и машина тюринга но он был уже электрический машина была электромеханический а это был компьютер на лампах который вычислял имела лу вот фактически он наверное ну первый компьютер в мире или как на ламп на лампах практически один из первых и вот они установили я там был он даже работает можно то есть его даже запускали у них вообще много очень интересных компьютеров если будете в лондоне обязательно съездите в этот блещли парк там есть официальный музей посвященный тюрингу говно полное и рядом есть полу такой частный его спонсирует музей посвященный старым компьютером в целом всем прям соседнее здание вот на него надо найти не потеряться и в нем потрясающе там из компьютера типа крэй типа самых первых объемов типа троичный компьютер у них есть у них есть десятиричный компьютер на декатронах японский какой-то или работающий представляете то есть но и там с 50-х годов машины они выреставрируют они огромные работающие потрясающий foundation то есть им кто-то там вот кто-то денег серьезно выделил и там такие старые дядьки бородатые которые все это делают вот большинство посетителей в этом не разбирается абсолютно поэтому они очень были рады я как ним пришел стал с ним разговаривать они поняли что человек который хотя бы примерно что-то понимает и они для меня стали все включать запускать давать короче поработать это очень интересно было целый день на прессе вот ну и соответственно это технологии да вот культура и технологии меня всегда интересовал этот стык мне вообще кажется что в нашу эпоху все самое интересное происходит только на стыках то есть вот нет смысла быть программистом и нет смысла быть художником надо быть программистом художником и тогда это будет реально круто да и ты будешь востребован в мире вот и поэтому стык культуры и технологии это то что мне нравится то что изучаю собственно говоря все время вообще здесь такая забавная вещь это вот господь бог карикатура такая там внизу в дум люди играют всякие ужасы но кстати говорят что бог создал нас по образу и подобию себя поэтому он сам виноват но смысле в наших если такую логику проповедовать да то есть мы такие он нас сделал по образу подобию вот мы такие получились не ну и в принципе здесь потрясающая аналогия вот мы сделали компьютеры а как мы их сделали давайте задумаемся мы сделали тоже по образу подобию то есть мы считаем что они нас не похожи между нами и существенная принципиальная разница но это скорее люция иллюзия и нарциссизм потому что реально компьютеры созданы основе математики это воплощенная дискретка математику придумали люди математика оперирует концепциями которые в жизни людей встречаются там посчитать что-нибудь там у тебя три яблока у меня два понимаете да там какие-то физические концепции из нашего мира и так далее поэтому принцип математика это язык олицетворяющий в том числе и нашу природу собственную в которой мы существуем и компьютеры они тоже являются очень близким отражением человека причем парадокс заключается в том что изначально нас ну они продолжают развиваться это незаконченная история не пока не самостоятельно хотя рано или поздно будут и как бы вот это творение компьютеров которые происходят на наших глазах это очень интересный феномен вообще это очень круто и вот вы мне скажете ну как же так ну типа компьютеры мыслят последовательно и очень быстро человек мыслит параллельно ассоциативно но медленно это совершенно несравнимые вещи но если вы посмотрите на последний прогресс тех же микропроцессор куда они идут они до сторону параллельности в сторону ассоциативности в сторону огромных deep learning а тензорных матричных вычислений параллельных понятно да то есть суть заключается в том что просто на роду написано компьютером в итоге стать очень похожими на нас очень настолько что общение с ними станет естественным для нам что в принципе происходит постепенно понятно да вот и поэтому здесь как бог создал нас так вот мы создали по своему образу подобие этих самых компьютеров и поэтому между нами очень много общего и получается потрясающий парадокс который мне крайне нравится что изучать людей человеческое общество культуру можно через призму компьютеров и информатики сейчас я покажу как частности это это очень прикольно вот ну во первых многие если такая теория конечно образование до случайно так вышло что по образованию и физик физик теоретик вот заканчивал поэтому я не немножко понимаю как устроен там наш мир на таких скажем очень маленьких размерах там меньше на вот и там тоже много подозрительного все вот эти истории типа соотношение определенности или парадокса с конечной скорости света и так далее они приводят такой мысль очень стойкой то есть еще когда я в университете учился у нас очень была популярна теория что наш мир это машина что он эмулируется ну например вот то есть вы знаете соотношение определенности да что дельта расстояние на дельту энергии она не может быть абсолютно точно определена там есть некая точность предельная постоянная планка слышали об этом да ну вот такая история в мире очень странно и нелогично но откуда она может возникнуть она может возникнуть например если наш мир является вычислительной машиной у которого конечная точность вычислений и вот отсюда все эти квантовые парадоксы и приколы они становятся логичными естественным но эмулятор все-таки имеет какую-то свою емкость примете да он не бесконечно точный и не бесконечно быстрый и поэтому вот ограничение распространения скорости сигналов и поэтому вот постоянная планка отношений неопределенности являются следствием того, что мы подходим к границам этой эмуляции. Но это все забавно, и можно, конечно, вот так представлять наш мир. И, кстати, даже в Майнкрафте они сделали свой компьютер, и он работает. Знаете, что в Майнкрафте сделали микропроцессор, работающие компьютеры, даже там какой-то Basic запустили или что-то такое. То есть, видите, хорошее доказательство. Можно, можно. Есть квантовые компьютеры, которые вообще пытаются потрогать физику и повторить, собственно говоря, физические законы. И почему бы нашему миру не быть большим квантовым компьютером, который как раз нас смоделирует. Вот. В общем, много всего. Но меня здесь интересуют не эти аспекты, то есть не теория матрицы, не теория эмуляции. Это мы оставим другим людям. Меня интересует такой интересный аспект. Вообще, есть ли большая разница между компьютером и человеком. А также, соответственно, можно продолжать и говорить между обществом и сетями, допустим. Понятно, да? Потому что ведь общество – это сеть из людей, фактически. Вот. И вот здесь я смотрю на такое… Ну, компьютер – это известно, что это стековая архитектура. Да, у него есть слои. Он собран по слоям. Там вот где-то сам внизу лежит хардвер, железо. Но само железо по себе без софта вообще мертво. То есть если у вас есть телефон, но в нем нет программоспечения, то им можно забивать гвозди в лучшем случае. Больше он ни на что не годен. Потом там лежит какой-то биос в нем, который вот инициализирует все это приводчие чудо. Потом там есть драйвера. Сверху над драйверами сидит операционная система, которая может быть уже одна на разных телефонах вполне, да? Как бы на разных моделях, скажем так, и версиях. А еще дальше там аппликации, которые… Они, в принципе, одинаковые. То есть у тебя Инстаграм и у меня Инстаграм. Ну, у кого-то, может, нет Инстаграма, но есть зато там, говоришь, бенд какой-то. Вот, да. Ну и самая верхняя история иерархии в компьютере – это данные, личные данные. Это, кстати, самое интересное и самое ценное. Когда твой телефон утонул в туалете, самое обидное – это данные, а не сам телефон. И сейчас, кстати, к счастью, клауд позволяет избежать этой проблемы. Купил новый, восстановился из бэкапа и забыл. Но раньше, помните, были еще такие времена, когда можно было утопить телефон с фотками, с данными и типа… и что? Вот. Так вот, интересно, что у людей все то же самое. То есть посмотрите на человека и на его развитие в обществе, вот как единица общества. У него есть мясо, но мясо само по себе вообще ни к чему не годно. То есть если это мясо не поддерживает, если в нем не происходят определенные процессы, оно не живет, оно мгновенно стухнет, и через день вас можно выносить уже на помойку, иначе будет плохо пахнуть. Но, к счастью, есть рефлексы врожденные. Мы дышим, мы перевариваем, мы регулируем температуру, у нас работает мозг, вот мы как-то живем. Как и компьютер, кстати, весьма хрупко и шатко. Можем сбрасываться. Смешная аналогия, да, клиническая смерть и реанимация, это как холодный рессет, перезапуск. Вот. А рак – это как сбой в памяти, когда начинает происходить, и вот там данные портятся постепенно. Коррапшн. Ну, вы понимаете. Окей. Хорошо, это черный юмор, не буду дальше развивать. Но только задумайтесь об этом. Вот есть мясо, есть врожденные рефлексы, есть приобретенные. Мы умеем ходить, мы знаем, как перейти дорогу. Кстати, очень крутой приобретенный рефлекс в современном обществе – это умение ходить в толпе. Люди как-то ходят толпой, мудряются друг друга не впиливаться, и это не так просто, этому надо научиться. Это не очевидно для жителей какой-нибудь там племени в Амазонке, которые сквозь деревья ходят, но зато в толпе они в городе потеряются. Вот. Есть у нас, конечно, базовая культура, это равнозначно операционной системе, причем она разная. То есть базовая культура японца 16 века очень сильно расходилась бы с базовой культурой современного человека из Нью-Йорка или из России. Понятно, да? Ну, например, у японцев были свои понимания о том, как надо здороваться, расходиться и куда проходить, кто первый, кто последний идет. Знаете, у японцев последний всегда самый… Если ты значимый человек, начальник, ты идешь последний. Ты не можешь первым ходить. У нас наоборот, у нас первым идет начальник. Знаете это почему? Ну, когда там зарубые вырезали, вырезали же первый ряд, потом второй. Короче, чем дальше ты стоишь, тем больше шансов выжить. Вот. И у них такая была история, да. И, соответственно, наша базовая культура дается нам в основном в школе. Под базовую культуру, как операционной системой, надо понимать ту культуру, которую ставят на всех людей. То есть неважно, кем ты будешь в будущей жизни, может быть, ты будешь работать в Яндекс.Доставке, может быть, ты будешь работать в Яндекс.Такси, а может быть, ты будешь работать в главном офисе Яндекса, а может, ты будешь акционером Яндекса, не знаю. Но anyway, на тебе будет стоять вот эта базовая культура, некий набор. Это уже какая-то большая версия, в 17 веке она была другой. Она тоже развивается, не стоит на месте, как операционка в телефоне меняется от версии к версии постепенно. Ну и самое главное, дальше на нас стоят профессии. Вот на мне стоит профессия искусствовед-культуролог, достаточно профессиональная версия. На мне стоит участник рок-группы, версия любительская. Понятно, да? На мне стоит там еще что-то. А у вас, может быть, какие-то другие профессии. И самое главное и самое ценное это, конечно, личный опыт. Он может очень отличаться. Я знамал людей. Вот у меня есть два знакомых. Они врачи. Они это удивительная история. То есть люди учились в одной школе, потом пошли в медицинский вуз, отучились там вместе на одной кафедре. У них была одна ординатура, один профессор. И они работают в одной больнице. Вот один хороший врач, другой нет. То есть, ну, как бы абсолютно одинаковая операционная система, одинаковое приложение, одинаковые личные. Но есть какой-то вот личный опыт, личные данные, которые немножко отличаются. Понятно, да? Это самое ценное, уникальное, что отличает одного человека от другого. Вот. И поэтому компьютер и человек нет такой же большой разницы. И можно применять... Сейчас вот вы будете начать возражать, там, тра-та-та, но я даже уже... Или все согласны? Кто-нибудь будет отстаивать нашу? Давайте. Нет, я имею в виду, что если изучать, например, об как феномен культуру, общество и поведение людей, то налоги из информатики крайне хорошо работают. То есть в целом культура людей — это информационный процесс. И к нему можно подходить, с вопросами информатики. Понятно, да? Вот. Я к этому клоню. То есть вот смотрите, вот телефон, он подсоединен сейчас к облаку. И, кстати, без облака он очень неинтересен. Попробуйте остаться наедине с своим телефоном без связи, он вам быстро надоест. То есть, наверное, даже больше роль здесь не самого телефона, как личности, а скорее он является окном или порталом, в общем-то, во весь все, что нам доступно, все сервисы, все знания, все данные, Википедия, там, все что угодно, заказ пиццы. Вот. И человек также подсоединен к культуре. Через книжки, через спектакли, через картины, через то, чему он учился в школе или не в школе, через ту же Википедию, которую он использует, чтобы что-то узнать про какой-то факт. Вот. То есть мы также подсоединены к культуре. И бывают разные каналы, бывают телефоны с плохим каналом, бывают люди с плохим каналом к культуре, а у кого-то бывает очень толстый канал и классный. И по-разному эта информация кешируется. То есть, ну, скажем, в культуре есть какой-то код, какая-то информация, который знает лишь 10 человек в мире. Может, какой-нибудь древний язык, который, вот они являются специалистами по этому языку, они его знают. Остальным на это наплевать, они читают статьи друг друга. То же самое может быть в какой-нибудь суперпередовой физике. Может быть, какая-то область исследований, где есть, где просто статья выходит, и ее понимает три человека в мире. Остальные не очень даже понимают эту статью. Нет, серьезно, такое возможно. Да? А есть очень массовые истории. Все там знают, что Моргенштерн существует, ты недавно из России свалил. И эта информация, она как, ну, как, знаете, вот как в кластере популярные видеоролики, они дублируются на большем количестве серверов в мире, чтобы быстрее их открыть и посмотреть, да? А какие-то редкие видеоролики, они там долго загружаются, потому что только ты один его впервые за пять лет открыл. И ты долго ждешь, пока он подгрузится. И вот это вот тоже есть, то есть культура, да, культура — это набор информации, она неравновесна. Какие-то части этой информации на людях существуют. Вот, то есть, например, есть части культуры, которые вот человек знает, он это может научить, какой-нибудь великий хореограф ставит балет, и если его застрелить, балета не будет. Есть часть, которая уже в книгах, то есть если он этот балет поставил, и этот балет засняли на видео, то с этого момента можно застрелить хореограф, но неважно. Есть уже балет заснятый, его можно выложить в интернет, и миллионы людей могут спустя много-много лет. Вот товарищ Толстой уже умер, умер, но мы можем читать Анну Каренину по-прежнему и радоваться его мыслям. Понятно, да? Вы находясь в любой точке пространства практически. Таким образом люди переводят свою живую культуру в мертвую через произведения, собственно говоря, все искусства, науки и прочие языки записи, которые они используют, были придуманы для того, чтобы человек не играл такой существенной роли в обществе, чтобы его знание и опыт можно было быстро обобщить, формализовать, записать, передать другим, и тогда мы застрахованы от того, что его случайно переедет трамвай. Вот, это очень здорово, именно это поотвечает нас от животных, потому что у животных существует живая культура. Скажем, в стае животных могут быть свои обычаи, которые передаются с поколения в поколение. Есть эксперименты, их можно воспитать, но у животных нету мертвой культуры, они не умеют делать книги, фильмы и транслировать на всю планету информацию. Понятно, да? Это... Да, наскальные рисунки это первый был способ, с них все началось, это гениальная история, это мы начали записывать информацию, а у животных нету наскальных рисунков. Даже очень умные, именно поэтому они не могут продвинуться дальше, потому что даже очень умные какие-то осьминоги или дельфины не могут свой опыт передать другим поколениям эффективно. Окей. Значит, поэтому мы приходим к выводу, что культура это информационный процесс, к нему можно подходить совершенно точно, очень формально, с точки зрения информатики, математики и подобной логики. И мы люди лишь, ну давайте говорить так, мы носители, мы лишь как транзисторы или узлы этой огромной сети, роль каждого человека не очень важна. Бывают моменты времени, когда одного человека зависит очень много. Но вся наша культура построена так, чтобы минимизировать этот риск. И вот только в какой-то решающий момент от тебя может зависеть весь мир, но через 10 минут уже от тебя ничего не зависит. Понятно, да? Вот, так все устроено. Окей. Поэтому я вот работаю, я говорю о том, что существует такой код культуры. То есть вот, собственно говоря, и вообще, собственно, разумность человека, его человечность, это вот не какая-то конкретная особь, не вот конкретный мешок с мясом типа меня, на котором что-то там варится и работает. А в целом это скорее вот все то, что мы накопили, вся наша культура. И если даже там, ну, произойдет какая-то история, есть простой пример, что если расстрелять каждого второго вдруг случайно, то наше общество будет отброшено назад всего лишь на 20 лет максимум в прогрессии. Даже меньше. Понятно? Потому что очень быстро восстановится эта история через, ну, что-то придется заново открыть и сделать, но не так много. Вот. И, соответственно, мы являемся одной огромной сетью, в которой мы скорее выполняем роль транзистора, который очень часто может… Вот знаете, вот есть микропроцессор, в нем миллиард транзисторов. И один из них, он не понимает вообще, как все работает. Он просто переключается, видит своих соседей, да, делает какие-то сообщения, пересылает, к нему приходит, вот, ну, не более того. Как вся эта система работает, он не понимает. Вот, окей. Поэтому вот такая история есть культурный код. И вот при работе с культурой тоже можно использовать такие вещи, можно говорить о алгоритмах, о данных, о протоколах коммуникации, принятых между людьми там или где-то. Ну, вот, например, даже сама, сам способ передачи чего-либо через музыку или балет – это же некий язык. Балет – это некий язык, там есть устоявшиеся свои какие-то движения, понимания, и через него происходит коммуникация. Вот. И там есть все, что угодно, то есть сообщение, избыточность и так далее. Вот. И с этой точки зрения очень интересно получается определение искусства. Искусство – это и есть не… То есть, ну, наивный обыватель считает, что искусство – это предмет. То есть, вот есть картина, ее можно потрогать, и это и есть искусство. Но предмет является лишь сообщением или носителем, он не является искусством сам по себе. В действительности, искусство – это процесс информационный, целью которого является изменение культурного кода. То есть художник, вот тот человек слева, через свое произведение, я условно нарисовал его рамкой, но это может быть все, что угодно. Может он… Он может яйца прибить на красной площади, это тоже произведение в каком смысле, месседж, сигнал. И он через это пытается воздействовать на людей. То есть, изменить их понимание, изменить что-то в них. И если у него получается изменить, то есть это тоже такая коммуникация с людьми через этот предмет, который просто носитель искусства. Вот, кстати, ответ на вопрос, почему черный квадрат является чем-то особенным, хотя мой сын тоже так нарисует. Потому что вопрос был месседжи, и когда этот месседж случился, то дальше уже неважно. То есть, как бы черный квадрат – это основа всего современного дизайна, в принципе. И художник, надо как-то свою философскую концепцию облечь в какой-то вид и послать это. И фактически эта картина являлась просто иллюстрациям к идее. К тому, что нужно изменить подход к дизайну вещей. Если бы iPad создавали без черного квадрата, он бы был весь в завитушках и похожий бы был на картину средневековую. Но после черного квадрата он выглядит как черный квадрат. Вот, окей. И, соответственно, в действительности здесь роль людей даже не так важна, потому что люди тоже сиюминутны. В действительности, когда художник работает с людьми, он работает не с ними, а с культурой, просто не напрямую, а через них. Убедил достаточное количество людей. Твой след Пушкин, памятник нерукотворный, я себе воздвиг. То есть он впечатлил достаточно количества людей и остался навсегда в культуре в итоге. Понятно, да? Люди проголосовали за то, чтобы в культуру запихать. Вот. Таким образом художник работает с культурой. Таким образом искусство — это процесс программирования культуры. А художник — это программист. И тут получается, то есть программист культурного кода, понимаете? Профессия такая. Задача ваша — что делать? Либо изменить старый код, либо создать новый. Но вы должны что-то изменить. Вот. Может быть еще администратор культурного кода. Эти люди ничего не меняют, но хорошо юзают, настраивают. Ну, и мы их называем ремесленники. Понятно, да? Есть еще юзер культурного кода. Это зрители. Они читают и пользуются культурным кодом, но не создают своего. Ходят в балет, смотрят его. Понятно, да? Вот. Вот тоже такая очень интересная аналогия между компьютерами и людьми. И вот теперь мы подходим к сути вопроса. Я извиняюсь, это была длинная преамбула, но она мне нужна для того, чтобы очень легко и быстро рассказать вам о том, о чем их собирался. То есть это такой мета-подход. Я дал новый инструмент. То есть если вы хотите объяснить какое-то явление, нужно заставить людей подняться над этим явлением. Изнутри оно непонятно, оно понятно сверху только. И вот мы решили, что культура это некий механизм. И в частности в этой культуре есть такое явление, как коллекционирование компьютеров. Правда? Есть же. Заметили последние годы, кстати, это стало прям вау? Как выросли цены, как огромное количество торговли идет. Да? Заметили? Люди собирают коллекции. И это очень интересно. Так было всегда. То есть знаете, когда-то автомобили никто не коллекционировал. Автомобили делали, на них катались, и это было хобби. Но постепенно у них начала появляться некая коллекционная ценность. Автомобили стали коллекционировать. Можно откмотать в то время, когда наскальная живопись была просто способом коммуницировать. То есть она несла утилитарную роль, но не была предметом коллекции или искусством. Понятно? Да? Но постепенно живопись стала искусством. Хотя в Египте там вот сохранившиеся папирусы в основном расписки долговые и какая-то информация. Там чистого искусства нет как такового. Вот. То есть постепенно. И вот сейчас мы, это потрясающая возможность, мы живем в эпоху, когда на наших глазах формируется новый вид искусства, новые отношения, новая ценность появляется. То есть появляется культурная ценность компьютеров. То, которое раньше не было. Сейчас передо мной здесь был человек замечательный, как раз вот это Андос, БК. Да? Никому не нужная старая забытая тупиковая железка, но сколько ностальгии, сколько теплых чувств, сколько интереса, практического применения ноль. Очень похоже на искусство. Понятно, о чем я говорю, да? Вот. Окей. Значит, то есть, ну и даже, и вот сейчас мы рассмотрим. Есть три, очень легко, вот я вчера сидел в отеле, думал и систематизировал. Есть три смысла, почему люди коллекционируют. Потому что ничто не происходит просто так. Если ты видишь какое-то явление, за ним должна быть какая-то надобность. Может быть, сейчас это уже ритуал, но когда-то в этом был смысл. Ну, например, свадьбу все видели, да? И вот на свадьбе, или там, ладно, хрен со свадьбой, почему там платье белое и так далее. Когда-то в этом был смысл, белом платье, сейчас уже нет. Вот, возьмем церемонию венчания в церкви. Значит, священник берет пару за руки и три раза обоит их вокруг алтаря. Знаете, самый такой момент решающий. Вот они идут, спотыкаются вокруг этого алтаря, над ними несут эти короны, там вся эта байда. Знаете, сейчас в этом нет никакого смысла. Это ритуал, это просто красивый ритуал. Когда-то это пошло, это пошло из Византии, это пошло из тех времен, вот когда примерно Иисуса распяли, но чуть позже там. Значит, идея такая. В современном мире, когда заключают договор, люди жмут друг другу руки. Когда заключают договор, ну, как подтверждение сделки. Когда заключают договор на очень высоком уровне, люди на фотокамерах расписываются. Сидят два президента, ставят росписи. Это аналог рукопожатия, но еще более солидный. Остается документ, как подтверждение, что это было. А вот в этой Византии, когда два человека договаривались, что через неделю один пригонит татару овец, другой привезет ему повозку мечей, и они обменяются, они делали такую вещь. Они брали друг друга под руку и три раза обходили вокруг места сделки, тем самым подтверждая ее легитимность, то есть ударяя по рукам по нашему. Так вот, когда вы смотрите красивую церемонию венчания в церкви, и видите, как невесту и жениха три раза боят вокруг алтаря, это не что иное, как сделка по продаже женщины из одной семьи в другую передачу. Ну, так это в те годы и рассматривалось. Это и, собственно говоря. Поняли, да, как все устроено? Вот, отлично. Так вот, здесь та же самая тема. То есть коллекционируем мы не просто так. Есть три механизма, из-за которых люди начинают коллекционировать. И все они решают определенные задачи, то есть они осмыслены. Если вы поймете эти механизмы, вы поймете суть коллекционирования и как с этим работать. Это очень круто. То есть это нужно опуститься к корням, как вот церемония бракосочетания, туда в историю уйти и понять, почему она такая. И это очень круто. Вот. Значит, это три механизма. Это компенсация. Сейчас я все подробно вам расскажу. Это изучение и сохранение вот того самого культурного кода, чтобы он не потерялся, не ушел в забвение. И спекуляция. Да, есть экономическая здесь тоже всегда составляющая. В любом искусстве антиквариате. И сейчас мы все эти три составляющие рассмотрим. Разумеется, большинство людей коллекционирует не из-за одной, потому что в сумме в итоге они все так или иначе, ну то есть если ты серьезный коллекционер, то все три функции ты выполняешь. Понятно, да? Ты можешь продать свою коллекцию, когда надоест. Ты можешь задокументировать свою коллекцию, тем самым изучать и сохранять наследие. И ты, конечно же, компенсируешь какие-то свои хотелки, скупая какие-то предметы. Но суть заключается в том, что начинают, как правило, из-за чего-то одного, то есть стартовый какой-то триггер один, а дальше уже подтягиваются остальные функции коллекционирования. Окей. Значит, начнем с компенсации. Ну вот у меня было трудное детство, программируемые микрокалькуляторы, деревянные игрушки. Помните эти советские конструкторы, у которых гайки и винтики не очень хорошо навинчивались друг на друга, да? Вот, да. А у электроники МК-61 кнопки нажимались. Помните, как дубовая, отстойная? С улитпокардом не сравнить, конечно же. Но тогда я это не понимал, другого у меня не было. Ну вот когда я был ребенком, компьютер мне купить в семье, конечно, не могла. Это еще до 90-х даже было. Это 80-х какие-то годы, да? Но можно было купить программируемый микрокалькулятор. Кто-нибудь из вас писал? Играл в игры на программируемых микрокалькуляторах? Я играю? А, во, молодцы. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот это вот все. И компьютерам были доступны мне в двух местах. Сперва они доступны мне были. Я занимался в бассейне плаванием где-то с пятого класса. Там была морская школа, сверху занимались курсанты. У них был класс. Там были БК и ДВК. Вот этот класс куфт самый первый. Не на Ямахах, а еще на БК и ДВК. Помните, да? И там была очень добрая тетенька. И мы прогуливали регулярно плавание, шли к ней. И у нее там сидело пару курсантов. Были свободные компьютеры. Она нам ставила игры. И мне было... Ну, разрешал нам поиграть немножко деткам. Была добрая такая женщина. Оставалась она там до вечера. Вот. Поэтому вот первая игра в своей жизни, которую я играл. Кто знает, что это за игра? Это Клинганы на ДВК. Ну, это по Стартреку. Не помните? Никто не играл в такую игру? Это... Я же говорю, я олдфак реальный. Это еще задолго до. Да. Вторая игра, которую я играл, это уже были такие. Но это вы уже помните, да? Это... Какой компьютер? Быстро. Нет. РК86. Только текстовый режим. Все игры в тексте. Буковками. Но это уже был компьютер. Вот это был первый компьютер, которым я владел. После калькулятора. Значит, я попросил компьютер. Родители купили мне калькулятор. Ну, я с ним немножко поразвлекался. Но это было очень обидно. И тогда я все-таки собрал сам РК86 где-то в седьмом классе. Это был подвиг. Я сам не понял, как его собрал. Но он заработал. Но у меня был один классный момент. Тогда были дефицитные микросхемы. Была большая проблема. Знаете, их из-под полы реально вот так продавали. И была проблема с микросхемами для этого компьютера. Но у меня дедушка работал бухгалтером на объединении НПО Казицкого, где делали всякую оборонку и телевизоры в Питере. И он работал главным бухгалтером. Поэтому он сказал. И на следующий день мне принесли все микросхемы для этого компьютера. А потом они еще добыли мне плату. И я его сам спаял. Еще мне помог один инженер, пояснил, как его отладить. Он у меня заработал. Поэтому, будучи ребенком, я собрал вот этот РК86. Это был мой первый компьютер, который я собрал сам. Но тут случилось неожиданное. Меня устроили в Дворец Пионеров. А там было знаете что? А там были Ямахи. Вау. Ямахи это было просто божественно. На фоне, да, MSX. Советские компьютеры, они даже рядом не валялись. Представляете, был звук, там была графика, там был цвет, там были спрайты даже из бейсика. Но тут дома был вот такой ужасный черно-белый, на нем изучал ассемблер. А в Дворце Пионеров два раза в неделю я ходил, и мы там программировали с музыкой, с графикой. Это было очень круто. Вот. Окей. Ну и вот так вот выглядели эти двойкашки, кстати, где в Клингана играли. Примерно так это и выглядело. Вот он, РК-86. Вот так он выглядел. Вот моя плата была еще хуже. У меня не сохранилось ее фотографии. В то время не было цифровых фотоаппаратов, все такое. Но она была еще хуже. Поверьте мне. Еще более криво спаянная. Ну, примерно так, да. Окей. А потом вот это я собрал. Вы знаете все, что это такое, да? Да, это Ленинград. Гениальная советская копия спектрума. Не совсем точная, но зато дешевая. И доступная нам всем. Плату для этого, значит, да, это во Дворце пионеров был какой-то кооператив, где ребята, 89 или год, наверное, это был, они там эти платки делали. Травили. Да, питерские. Аничков. Аничков. Да, Аничков. Аничков дворец. И они делали эти платки. И у них там было, они их травили. Я туда тихонько залез, у них одну плату. Потом узнал, какие детали мне нужны. И собрал. Ну, вы, понимаете, мы тогда жили, у меня была очень бедная семья. У нас было 15 копеечек на батон и кефир. И все, что нам родители давали. Вот. В общем, детали тоже добыл через дедушку. И в итоге вот собрал вот это вот чудо. А потом даже к нему у меня дисковод получился. А во Дворце пионеров нас перевели. Занимавшись на Ямахах, мы стали, перешли на второй год занятий. И нас перевели на правцы. А про вец это знаете что? А, вот это, помните, да, на Ямахах было? Умпер киллер. Офигенная игра. Я недавно… Нет, на Ямахах она называлась Умпер киллер. Это тонкий нюанс. А везде она называлась Костелвания, да. Чего? Горизонтальный, да. А, нет, нет, там поэкранно. Поэкранно. Здесь не было. Да, да, да. Вот. И 6 лет назад я сел писать эмулятор. Написал эмулятор Ямахи, и эта игра на нем заработала. И когда она на нем заработала… Ну, эмулятор Ямахи написать очень сложно. Там есть видеопроцессор, там много нюансов. И когда она на нем заработала, я сел играть, и я понял, что пальцы до сих пор помнят, как пройти всю игру. Я пришел, за 15-16 минут она проходила, целиком без записи. Это было очень интересно. То есть настолько в детстве мы вдолбили прохождение этой игры, что я просто сел, и спустя 30 лет ее прошел. Это вообще было потрясающе. Знаете такое, да? Руки сами делают, сидишь такой, вау! Вот. Окей, ладно. Ну вот это Ямахи Куфт. Замечательный компьютер, тоже с Цукиным. Но в отличие от скрипучих быка, на нем была потрясающая клава, гораздо лучше, и вообще все было гораздо лучше. Ямаха делала для Советского Союза целую партию. Вот, сейчас у меня такое есть. Вот Правец. Правец был ужасный. Он был черно-белый, там была отстойнейшая графика, там какой-то ЦГА был, понимаете? Но он был BMPC-совместимый. Да. И там было вот это. Ну, оно выглядело еще не так, потому что на Правцах мы сидели, у нас был пятый Паскаль на ЧБ. Ну, понятно, да, это был Паскаль, а на Паскале можно было писать серьезные программы, понимаете? Не хухры-мухры там какие-то, не бейсик. Вот. В общем, здорово было, да. И мои друганы до сих пор, и вот эта вот тема такая, это тема компенсации. То есть мы все алфаги. Вот это вот мои приятели, там Громыч, и так далее. У нас была очень хорошая тусовка в Дорце Пионеров. Вот один человек из нашей тусовки сделал Котлин язык, вы знаете, наверное. Другой человек там из нашей тусовки, вот Громыч слева фирма, очень интересный, Биконсалл владеет, и так далее. Я тоже, у меня свой бизнес есть. То есть мы все выросли, да? Но у нас остались вот эти воспоминания, вот у нас есть своя группа, мы тусуемся, иногда встречаемся, и мы начинаем коллекционировать. Вот Громыч купил себе Ямаху и какой-то 386-й, он у него в офисе стоит. Вот это Ржевич, замечательный тоже парень из нашей тусовки, он работал. Кстати, помните, были такие игры Противостояние? Вот он, один из авторов этой игры, и музыку там писал для нее еще. Да, да, вот контора Firebird, которая на квартире в Питере сидела. Вот он там. Там было много ребят из моих как раз друзей в этой конторе, набрали. Прекрасная. И этот человек еще потрясающую музыку пишет, вот, трекерную, до сих пор даже иногда. Вот, в общем, короче, и вот он Мазовию себе купил. То есть у нас возникла такая история, это как бы, это компенсация, да. Здесь два варианта. Первый, это вернуть то, чего уже нет. То есть снова ощутить себя тем юношей за вамперкиллером или там на Паскале что-то написать, да. И второй, это добыть то, чего не было. Потому что, например, были замечательные абсолютно вещи, например, программируемые калькуляторы Хюльт Пакарда, которые были на три головы выше советских этих МКАД, они были такие мощные, там такое было, да. Но мы просто не имели к этому доступ. А сейчас у меня там в коллекции есть несколько штук, просто мне стало интересно изучить и сравнить, как они соотносятся с советским. Понятно, да? Вот. Вот, соответственно, это называется компенсаторный механизм. Мы компенсируем. Психологи хорошо знают этот механизм, как большие мужчины покупают себе всякие игрушки, да. Или иногда покупают, типа, своим детям, но это вранье реально себе. У меня один друг, он из балета, он купил дрон своему сыну. Сыну вообще неинтересно, но я понимаю, что он сам хотел его погонять. Вот. Окей. И, соответственно, вот это называется компенсация. Ну и слава богу, ничего плохого в этом нет. Очень многие коллекции начинаются именно с компенсации. Когда-то ты себе позволить не мог, а теперь можешь. Или когда-то у тебя такое было, и ты решил из ностальгии снова это купить. Понятно, да? Очень простой механизм. Мне кажется, в принципе, большинство с него и начинают, собственно говоря. Вот. Но это не все. Второй механизм – это изучение и сохранение. Вот, в принципе, это, наверное, основная моя мотивация, потому что я не столько коллекционирую старое железо, сколько создаю реплики компьютеров. То есть сейчас собираю из старых деталей вручную сам работающие реплики старых 8- и 16-битных компьютеров. Сейчас я уже 386-ю сам паяю, то есть этого замахнулся. 32-бит – это мощно. Но, правда, я уже Амигу собрал. Амига – это тоже 32-бит, собственно говоря, в каком-то смысле. Но они такие неполноценные. Чего? Откуда детали? С ИБ, еще откуда? Покупаешь неработающую мамку Амиги, какую-нибудь убитую коррозией. Там все чипы работающие, как правило. Вынул их оттуда и вперед. Чего? А по отдельности тоже продаются на ИБ, это погугли. Почти. А Комодор я вот собрал, Амигу. Все чипы я купил на ИБ, либо купил мамку распаял, либо просто купил чипы отдельно. Даже можно отдельно чипку. Вик 2 – это не дешево. Реплики стоят дороже оригиналов иногда. Но моя фишка, я сейчас объясню, зачем я это делаю. То есть, почему я вкладываю деньги и собираю реплики? Потому что реплика – это лучший способ изучить технику до конца. Есть два способа. Это написать эмулятор, который работает. Значит, ты знаешь всю программную архитектуру полностью. Значит, ты не напишешь эмулятор. Понятно, о чем я говорю? Например, я написал эмулятор 88-го, написал эмулятор 80-го процессора, написал эмулятор Z80. Мои эмуляторы проходят все тесты на недокументированные баги, всякие сложности. То есть, в итоге я это все полностью знаю. Когда я был юн, я не знал настолько Z80. То есть, насколько я знаю, сейчас его написал эмулятор. Понятно, да? Вплоть до… Чего? А есть тесты очень интересные, типа вот экзерсайзера, которые вообще сделаны практически механически. Они перебирают очень много вариантов, делают слепок с живого процессора, а потом сравнивают с виртуальным. Если где-то расхождение, они об этом сообщают. Понимаешь, да, как они устроены? Ну, то есть, есть такие тесты. В общем, есть специальные тесты на недокументированные фишки. И вот я делаю процессоры до такого уровня, когда уже нет тестов, которые не проходят. То есть, чтобы он все тесты проходил абсолютно. Окей. Ну, вот это изучение и сохранение. Таким образом ты изучаешь. И здесь много нюансов. Действительно, смотрите, эмуляторы, потом новый старый код. Многие сейчас бросились писать софт для старых компьютеров. Тоже разновидность такой деятельности забавная. Понимаете, да? Сейчас пишут игры для именно старых компьютеров. Я видел вот… Да, я вот сейчас увидел на БК этот Prince of Persia. Порадовался. Видели, да? Там показывают ребята. То есть, они портировали Prince of Persia на БК, а раньше его там не существовало. А демки – это новый софт для старых компьютеров и так далее, да? Дальше реплики. Вот это физически собираешь. То есть, опять же, собираешь реплику, значит, всю схему ты изучил и узнал. И вот у меня большая коллекция реплик. Наверное, порядка 38 или 40 реплик я собрал с наручных работающих разных компьютеров. Включая всякую экзоту, типа там Юпитер Рейс и так далее. Вот. Дальше реставрация. Дальше реставрация. Вот это интересный, нарождающийся новый вид. Значит, смотрите. Сейчас я покажу. Ну вот с репликами. А тут можно запустить, да, это видео? Он запустит его или нет? Да. Вот. Вот это, например, реплика Apple 1, которую я сделал. Причем я сделал реплику. Это у меня в Инстаграме просто. Подписывайтесь, если что. Смотрите. Там, правда, в основном не про компьютеры. Ну вот. Там можно посмотреть это видео целиком. Я там рассказываю некоторые нюансы. Значит, когда я делал эту реплику, моей целью было создать реплику, которая визуально неотличима от оригинала. Вы знаете, что оригинал сейчас стоит миллион с лишним рублей. Точнее, да нет, там миллион с лишним долларов сейчас стоит. Вот. Все. Да, последние аукционы с Apple 1 с оригинальными платами, по-моему, за миллион перевалили долларов. Посмотрите. Он стремительно вот так растет в цене за несколько. Apple 2 дешевле. Apple 1, там есть важная вещь. Их было очень мало. И каждый прикасались руки, сами понимаете, кого. В Apple 2 же это уже в Тайване, там китайцы собирали. Да. Вот. И поэтому даже вот замечательный Яндекс.Музей не может купить себе реплику, ну, как бы оригинал, но реплику можно. Я делал эту реплику, специально подбирая аутентичные детали. То есть, если вы ее посмотрите, вы визуально ее не отличите от оригинала. Те же старые детали с тех же годов. Понятно, да, как бы. Там есть нюансы, то есть специалист увидит разницу, экспертизу увидит. Но на расстоянии там вот таком она абсолютно соответствует тому, что в Википедии там фото и так далее, оригинал. Вот. Значит, соответственно, и есть еще один такой момент. Вот этот момент вы знаете, да. То есть техника подошла, то есть компьютеры, компьютеры конца 70-х и 80-х годов уже далеко не все работают. Есть детали, у которых есть срок годности. Вытекают конденсаторы. То, что из них вытекает, это начинает разъедать платы. Некоторые уже стабилизаторы дохнут, которые, ну, питание обеспечивали, MOSFET, ну, там не MOSFET, там такие более старые. Их нужно менять. Короче, суть заключается в том, что сейчас уже даже купив какой-то старый компьютер, его даже нельзя просто так включать. Особенно, если он 30 лет лежал где-нибудь в подвале у какой-нибудь дядюшки, да еще и в сырости. Если ты его включишь сразу, это будет Magic Smoke. Ну, в смысле, вы знаете, что это такое. И поэтому, например, у меня есть один знакомый мастер, очень классный в Питере, которому, если я какую-то вещь покупаю, там, ну, как бы, я ее сперва отдаю ему, он ее открывает, проверяет. И там иногда бывает очень много работы по перепаиванию кондеров, замене. То есть ее нужно рекондиционировать к нормальной работе. Иногда еще там разбалтывается механика, что-то эпоксидка залезает, что-то подкрутить у старых ноутбуков. Ну, короче, куча там реставраций. И мы обнаружим удивительный факт. Это же как с живописью. Вот целые институты в Риме существуют, где люди учатся сохранять и реставрировать картины. То есть сохранять им жизнь и продлевать им жизнь. Также сейчас появились такие люди. Почти в каждом городе есть такие мастера, которые сохраняют и продлевают жизнь старой компьютерной техники для коллекционеров. Кстати, они не бедствуют, хорошо зарабатывают и без работы не сидят в наше время. Вот. Ну, и вот это вот пример. Это называется чума от кондеров. Вот так может выесть плату, пролитый кондер. То есть там иногда даже не видно, где-то внутри распространяется эта коррозия, но техника не работает, она ломается или работает неправильно. Вот. Окей. Ну и, собственно говоря, вот эти четыре пункта есть. Значит, эмуляторы, написание программ к старым компьютерам, создание реплик новодела, еще как говорят, и реставрация старины, чтобы она работала и не умирала. Вот. Это такие вещи. Это, в принципе, работа на культуру. Самый благородный вид занятий. То есть здесь мы стараемся для, ну, для всех, для того, чтобы эти вещи не пропали в культуре, чтобы не забылись, чтобы оставался такой рабочий компьютер, понимаете, да, даже спустя 50 лет. Музей там и так далее. Вот. Ну и, конечно, самый веселый и потрясающий, потрясающая игра и история, связанная с коллекционерами, это спекулятивная составляющая. В этом нет ничего плохого. В принципе, вся экономика – это спекуляция. Практически вся экономика. То есть акции, я уж молчу про криптовалюты, я молчу про любые стартапы и вложения в бизнес, это всегда спекуляция. Спекуляция, что это такое? Это когда ты с одной стороны рискуешь, но с другой стороны ты надеешься получить большую прибыль на нерутинном деле, а как-то резко сразу. Понятно, да? Вот. И сейчас, вот смотрите, отгадайте график чего это. Кто сможет сказать график чего это? Кто сказал айфоны? Молодец. Смотри внимательно на цифры. 13, 12, 11, X, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Под 2 я понимаю базовый айфон 2G. Это текущая цена на рынке, не в самом лучшем состоянии, но работающего айфона. Какой интересный парадокс. Сперва она падает, падает, падает. Шестой айфон сейчас находится в таком состоянии, что никто его не будет покупать никогда, потому что использовать его уже нет, а коллекционерной ценности в нем еще нет. И поэтому шестой айфон сейчас говорят, ну как знаете, с пианиной, заберите только самовывозом, пожалуйста, эту пианину. Она нас уже достала. Вот. Но дальше цена начинает расти, и что интересно, вот грубо говоря, сейчас самый базовый айфон, он уже очень много стоит. А было время, когда у моей подруги было, она просто выкинула. Ну и у нее был уже новый, старый лежал, лежал, потом мы нашли, он работал, все нормально, ему говорят, ну что это за говно, надо выкинуть. Зря она так сделала, зря. Вот. И вот эта вот история, вот этот график, мы наблюдаем во всех областях. То есть как интересно, есть падение интереса, а потом есть рост. Но здесь нужно понимать, что так будет не ко всему, и не везде он будет одинаковый. То есть первый айфон, это все-таки знаковый продукт, особый продукт, да, как бы не любой телефон из того времени будет стоить 50 тысяч сейчас. Есть много других телефонов, которые не так дорого стоят, старых, Nokia там и так далее. Вот. И вот это нужно понимать и чувствовать, то есть на что здесь сделать ставку. Кстати, вот это, это потрясающий график, он тоже такой, но на нем ничего не видно. Это другое. Это компьютер Apple по году производства. То есть, ну, в действительности, там вот так, но вот эта вот шкала, она настолько зашкалила, что там ничего не видно. Поняли мысль, да? Я специально сохранил, что вы видели. То есть в сравнении, по сравнению с первым Apple, все остальные компьютеры Apple не стоят ничего просто полностью. Но в действительности, вот они тоже так. То есть современный ноутбук там 100 тысяч, пару лет назад на Intel он уже упал в цене. Понятно? Да-да-да. Есть какой-то вот, какой-то вот, сейчас какой-нибудь G4 там, который уже вот, операционка уже не годна, но и коллекционной ценности у него нет пластмассовой. Его можно забрать просто бесплатно или за 2-3 тысячи рублей купить на eBay. Понятно, да? Работающий в принципе. А дальше она начинает расти и там вот у нас Apple 2 уже, он в хорошем состоянии, в хорошем комплекте, тысяч 50 будет стоить. Понятно, да? Ну, нормальный такой, не грязный, не убитый. Вот. Ну, и Apple 1, но он очень дорогой. Вот. Поэтому на этой кривой можно играть. Ну, я просто сейчас объясню тупо. Вот классический пример. Я фотограф, вот у меня, помню, купил пленочную лейку, в 2014 году она мне надоела, пленка совсем уже стала, времени не было на пленку. Я ее продал за 45 тысяч примерно. Это у меня была семерка, это шестерка, у меня была семерка, но неважно, пленочная лейка. Сейчас она стоит 270 минимум, причем в более плохом состоянии, чем я продал. То есть, если бы я тупо ее не продавал, а подождал бы немножко, ну, с 2014 года по 21, 6 лет, то ее цена выросла бы в 5-6 раз. Объектии и улейки очень сейчас растут в цене механические. Еще лет 5 назад они продавались гораздо дешевле несколько раз, чем сейчас стоит. Понятно, да? Вот. То есть, и эта история, она может приносить прибыль, если ты умеешь играть в эту игру, но в нее надо уметь играть. Вот. Вы все знаете, еще есть ценность, связанная не только с тем, есть еще ценность, связанная с вот этим. Это знаменитая марка с перевернутым, она очень дорого стоит. Есть компьютеры с ошибками. То есть, допустим, какая-то очень узкая партия устройств, которые, что-то в них было не так. Ну, например, БК-11, у меня в коллекции есть БК-11 с хорошей клавой, но 11. Она, с точки зрения практического использования, бессмысленна, но она очень редка, их мало экземпляров, и ее ценность коллекционная будет расти быстрее, чем у других БК. Но это БК-11 ладно. То есть, видите, здесь такая формула, ценность, это значимость культурная. То есть, вот iPhone, конечно, значимый Samsung, понятно, первый Apple, значимый всех других 8-битных компьютеров. Культурная значимость умножить на редкость. То есть, чем сильнее это соотношение, то есть, чем меньше экземпляров произвели, но больше информации в культуре об этом есть, тем это круче. И вот это так и работает. Поняли, да? Так стоимость определяется. И вот классический пример, это Лиза, которая производилась в то же время, когда и Macintosh, плюс-минус, стоила лишь в два раза дороже, а сейчас стоит в 10 раз дороже, чем Macintosh, если ее коллекционировать. То есть, в хорошем состоянии Лизы это 200-300 тысяч. Нормально. И фиг ее найдешь еще. Пойди отлови и купи. Macintosh 14-15 тысяч рублей покупается из той же эпохи. Понятно? Но Лиза неудачный продукт. Это говно. Она не взлетела просто. Она была плохой. Macintosh был хорошим. Но теперь все наоборот. Я молчу про вот эту штуку. Ей вообще невозможно пользоваться. У меня есть коллекция. Но она сейчас редкая и клевая. Ньютон. Про образ всех палмов, айфонов и вообще всего. Собственно, интерфейс там начинался вот этот. Как бы. Да. Чего? Не, нету. Вот. Или вот такая штучка, допустим, у меня есть. Кто знает, что это? Нет. Это XT в корпусе УКНЦ, но не поиск. Была такая некая поделка советская. Она супер редкая. У меня есть такой работающий. Их очень мало. И ее цена гораздо больше, чем УКНЦ. Потому что фиг ты ее найдешь. Понятно, да? Абсолютно. Это не поиск, но это XT и это в корпусе УКНЦ. Называется MS1502. Погуглите. Вы даже про нее не знаете. А у меня есть работающий. Вау. Вот. А они там еще, кстати, разные были. Ну, были более редкие, более… Чего? Знает? А, молодец. Вот. Да, да. Вот. Соответственно, вот здесь работает, то есть получается парадоксально, существовали какие-то супер неудачные продукты, которые либо были плохие, либо не взлетели, либо по каким-то политическим причинам прекратилось производство очень быстро. Но коллекционная ценность этих продуктов высока. Иногда можно их где-то найти и увидеть. Окей. Или вот, смотрите, это PWM-курсор, PWM-немига. Слышали про такие? Немига у Яндекса есть. Вроде они ее купили в музее, а курсора у Яндекса нет. Знаете, что такое курсор вообще? Вот. Вы даже не знаете, что такое было. Это еще… Это как раз тоже 80 какой-то год там, ну, не знаю. Окей. А вот этого знаете что? BSM-6. А есть… За вопрос на загвоздку. Есть работающие BSM-6 у кого-нибудь в коллекции? А, кстати, жалко очень. В 90-е годы очень много вот этого все отправилось на помойку и очень обидно и жалко, потому что нужно было сообразить и выкупить. Понимаете, да? И потом бы это имело огромную ценность, если вы сохраните это в работающем состоянии. Сейчас ребята восстанавливают. Я слышал одну вроде как. То есть она будет скоро, будет. Да, восстанавливают по всей стороне, собирают как могут, восстанавливают. Окей. Дальше. Есть понятие еще тематических и полных коллекций. Они более дорогие, когда вы умудряетесь. Ну, это как собрать все фантики, понимаете, все вкладыши, там все марки на одну тему. То есть тематические коллекции, это, например, я собираю все смартфоны, не смартфоны Nokia, ну, допустим, все, да, собрал, и от этого коллекция, хотя сами по единичке, они, может, не такие дорогие, но когда они есть все у тебя, это, типа, значимость этой коллекции большая становится, и цена поднимается. И еще вот такие, например, да, можно собрать там все микропроцессоры. Ну, все не соберешь, потому что реально эта коллекция должна быть в 50 раз больше. Но, ну, там, скажем, по одному каждого типа хотя бы. Вот, окей. Есть еще понятие провинанса. Провинанс — это история конкретной вещи. А вот этой сумочкой владела там Грейс Келли. Если это доказано, то ее стоимость гораздо выше, чем у остальных таких же сумочек. То же самое. На этом компьютере возняк расписался, он его потрогал, он сам его перепаял. Этот компьютер был у автора Андоса, а теперь он у меня в коллекции. Это особая БК, не такая, как все остальные. На ней Андос написан. Понятно, да? Ну, я очень утрирую, но вы понимаете, как это работает. Провинанс это называется. Иногда прикольно найти железку с провинансом. Собственно говоря, у Apple 1 у всех провинанс. То есть они все в гараже сделаны руками основателей. Соответственно, из-за этого высока их ценность. Вот. Можно просто какую-нибудь открыточку с росписью Воза. Тоже неплохо. Основателями. Ну, там 4 человека работало в этом гараже. Ну, нет. О них же касался. Да, почитай его биографию. Он паял вместе. Сидел паял. Да, паял вместе с ним в гараже. Они все сидели. Было там 4 человека. Одного они потом бортанули. А трое, собственно, там кроме Джобса Возника еще один был, который с ним паял. Ну, вот основатель. Окей. Вот такая вот история. Ну, я подхожу к концу. То есть вот я вам рассказал, как устроен феномен коллекционирования, чтобы вы его понимали осознанно. Не интуитивно, а осознанно. Если вы что-то хотите купить, думайте про редкость, про значимость в культуре, про провинанс, может быть. Понятно, да? Это вам поможет. Иногда какая-то старая непонятная штука это гораздо лучше, чем понятная. Скайрокет. И эта спекуляция меня устраивает, потому что у меня уже неплохая коллекция. Поэтому я не врать. Но это как с криптой. Надо заходить в самом начале и выходить на пике хайпа. Вот. Окей. Но без шуток, без шуток. Я коллекционирую не ради денег. Я нормально зарабатываю. Мне просто нравится. Я же говорю, у меня исследовательская функция в основном. Вот. Если что, у меня есть канал, где там больше про всякую культуру я рассказываю, интересные вещи. Но бывает иногда что-то и в сторону компьютеров. Можете зафотить, подписаться. Это на YouTube канал. Там вот регулярно какие-то лекции выкладывают. И есть какие-нибудь вопросы? Давайте задавайте. Поговорим, поболтаем. Вспомним былые времена. Я физик. Это очень сложная история. Физики, теоретики все, с одной стороны, не верят в Бога в примитивном таком смысле. Ну, Бог как каноника и догматика церкви. Просто некая сказка с установками. Что ты должен делать? Там ходить молиться, то все, пятое-десятое. В этом мне поверить тяжело, потому что я образованный, развитый человек. Я прекрасно понимаю, что это фуфло. Вот. А Бог терпел и нам велел. Ну, надо отделять Бога и церковь. Церковь – это институт манипуляции определенной, фирма, у которой свои интересы, да, и которая традиционно использовалась для того, чтобы держать людей в определенном повиновении. Но когда ты физик, ты понимаешь, ты идешь туда в глубину и понимаешь, что в этом мире все имеет какой-то такой единый замысел. Есть какая-то очень красивая формула, которая все объясняет, и почему-то все так повторяется. То есть, вот смотрите, культура людей, в ней тоже есть естественный отбор, информационные процессы. То есть, каждая клеточка, она повторяет весь организм в неком фрактале, да. Почему галактики похожи на атомы? Они так же себя ведут фактически. Ну, вот система планеты и атом. Понятно, да, тоже орбиты. И вот когда ты на все это смотришь, ты думаешь, блин, ну не может быть это случайно, но там что-то есть. То есть, где-то там что-то есть. Ну, и вот ты начинаешь говорить, ну, может быть, есть какая-нибудь машина, которую кто-то сделал, которая весь этот мир просчитывает. Ну, что-то там стоит за этим. Понятно, да? Какой-то замысел. Это называется замысел. И поэтому в Бога я не верю в смысле религии, но я чувствую некий замысел в природе, не могу отрицать факта, что он наблюдается. Тут-тут-тут-там выскакивает, но ловить его тяжело, ибо мы живем внутри этого мира, и не выйдя за его пределы, мы не можем оценить, как все это работает. Вот такая тема. Хотел спросить. По вопросу стоимости, можете привести конкретный пример какой-нибудь аппаратуры, которая сейчас стоит недорого, но через 20 лет, скорее всего, подорожает? Дружочек, ты… Совершенно четко могу тебе сказать, что даже сейчас есть смысл купить первый iPhone, потому что еще через 50 лет, если ты сумеешь его сохранить в рабочем состоянии, и вот цена будет еще выше. И какой-нибудь второй Apple как раз тоже очень сильно поднимется, и первый Macintosh тоже. Но ты у меня это спрашиваешь, потому что ты хочешь по-быстрому срубить бабла, а суть заключается в том, что я тебе могу поставить это все, что угодно. Я не буду нести ответственность за то, что ты проложаешь, потому что тут надо уметь выбрать, уметь сохранить, уметь сделать прочие вещи, нужны знания. Да, быстрых денег не существует. Поэтому я не буду тыкать пальцем, это твоя ответственность. Найди сам. Я тебе дал удочку, иди рыбу лови. Я объяснил, как все устроено, но я не буду за тебя делать твою работу по выбору, чего тебе купить, и как это сохранить, и как потом продать. Это плохо, да. Знаете, я много чем занимался в жизни, у меня есть очень простой принцип, деньги все должны быть следствием, а не причиной твоих занятий. Если ты занимаешься чем-то, потому что тебе это нравится, но ты занимаешься этим классно, деньги придут, за тобой будут бегать и пытаться тебе их дать. Простой пример. Пришел Яндекс, купил у меня реплику Apple, которую я собрал, просто мне было интересно. Понятно, да, как бы? Вот. И, в принципе, ну, нормально, два вечера посидел, и хорошая сумма. Вот. Но суть заключается в том, что я ее сделал не ради денег. И ничего я в жизни ради денег не делал, но зарабатываю хорошо в итоге. Потому что мне очень нравится, я очень увлеченный человек, мне нравится делать то, что я делаю, и в итоге все такие, вау, он так с этого кайфует, наверное, это клево, давайте ему заплатим. Ну, хорошо. У меня практический вопрос, как к физику. Старые батареи в мобильных телефонах, ноутбуках, естественно, деградируют, все время ходят слухи про опасность возгорания. батареи, это первая причина порчи старой техники, конденсаторы вторая. Есть ли угроза пожара, например, и так далее? Все, что угодно. Как их лучше хранить, как вы это делаете? Все, что угодно. Непонятно, ну, вот, например, из ноутбуков их лучше вынимать из старых, ну, уж точно не держать. Ну, а как же тогда включать, чтобы это все работало? На балкон. Телефон-то не будет без батареи работать? Ну, чтобы работать, надо включать, да. Смотри, для тех же старых Nokia, сейчас еще пока делают поддельные батареи, более свежие для тех же Nokia, еще можно заменить, но очень скоро это станет проблемой. Будем эмуляторы батареи делать, да? Ну, да, вот мой мастер, он уже так делает, старый ноутбук 386, внутри батарея сдохла, элементы все сдохли, они редкие, нетиповые, значит, он сделанных вынул, запихал туда новый контроллер современный, то есть разрезал старую батарею, положил внутри современный литий-полимер, положил новый контроллер, закрыл, выглядит как оригинальная батарея, но внутри там уже новая. Ну, к сожалению, все, уже ничего не поделаешь, либо вообще без батареи использовать, потому что она у тебя просто вытечет, зальет все и все. То есть опасно хранить батареи от мобильников 20 лет недавно? Ну, я не знаю, но в принципе вообще там батареи от мобильников, наверное, просто стухают, если она не спухла особо сильно, это не опасно. А если вспухла? Если вспухла, лучше выкинуть. Мой тебе совет. Ты никогда не протыкал вспухшую батарею? И не протыкай. Там будет пшшш. Вот. Ну, как бы, короче, осторожно с батареями, осторожно. Почитайте, есть руководство на эти вещи. Батареи лучше хранить с средним зарядом. То есть если надолго, то не заряженную, не пустую, а с 50% емкостью. Ее жизнь продлевается во много раз в таком случае. Еще вопросы? А можно сказать что-нибудь насчет культуры кода относительно здорового культуры про строение культуры? Код культуры вообще, я бы сказал. Код культуры, я бы сказал. Она была тогда, когда у вас не было, что это отношение культуры? Тогда мы были кулхацкеры, и мы как бы... Информации не было. Интернета не было. Фидо еще только начиналось. Тоже не было, когда мы были детьми. Распечатки вот эти из рук в рук передавали. Мне кто-то принес распечатку. Я ходил в институт Герцена, выклянчил там у старших ребят, студентов по ИМАХам распечатки регистров видеопроцессора. У них было... То есть шел слух, что где-то в Питере есть люди, у которых есть распечатка, где написаны регистры видеопроцессора. И вот я пошел туда, выпросил у них на несколько дней, и откопировал это себе в тетрадочку вручную. Да, вот такая культура была программирования. Слушай. Оно было проще, но продуманнее. И да, в каком-то смысле на него тратилось больше времени. Сейчас же фастфуд, фасткод, понимаешь, сейчас такая эпоха, никто, все торопятся, все хотят сразу, сразу, чтобы все было. Сейчас такой код пишут, кодеры. Я их программистами не называю, кодерами, понимаешь, это означает, человек кодер, он не дорос до программиста. Математику вообще не знают, алгоритмы не понимают, оптимизацию не понимают. Смотришь код у этих людей и такое ощущение, что просто они вообще, они не понимают, как работает железо. Ну, когда они пишут, например, на оси, они не понимают, как там глубже. У них просто очевидно такие некрасивые вещи и тормозные. Наверное, да, сейчас хуже с этим. Но с другой стороны, все это живет, понимаешь. Вот ты вот подумайся, вот ты берешь приложение для айфона, господи, сколько там слоев, там есть код еще с, там есть код с 72 года, потому что там в основании Дарвин, на Дарвин это Юникс, а в Дарвине есть бездишные коды, которые были в Беркли написаны в 68-м там. Понимаете? И там есть строчки кода с 68-го года. И там столько всего, что все это понимать уже даже невозможно становится. То есть, это как современная экономика. Я не знаю, есть ли вообще человек в мире, который понимает, как работает современная экономика. По-моему, уже никто не понимает. То это просто огромная сложная ситуация. Вот. Ну да. Все. Спасибо большое, огромное.